Лингвисты уже давно доказали, что происхождение русского или, я бы даже сказал, славянского мата кроется еще в арийском языке. Корни этих слов обнаружены у ариев. Поэтому, когда мы говорим «русский мат», мы немножко лукавим, поскольку это все-таки слова, обозначающие важнейшие органы человека у древних славян. Понятно, что возникновение мата случилось с приходом на русскохристианство, и поэтому возник конфликт между языческой религией, символом которого была в первую очередь любовь, деторождение и, естественно, органы, связанные с этим процессом. Ничего удивительного, что с трудом, например, из Северной Руси вытесняемое язычество сопротивлялось. Эти слова, которые так или иначе обозначали не только органы, но и некую сакральность верований древних славян, стали запретными, табуированными. Поэтому мат – это одно из основополагающих свойств русского языка более того. Без мата гораздо труднее проследить эволюцию русского языка. Мат просто необходим для выражения не только, скажем, ярмарочной или лубочной двусмысленности, но и для выражения очень экспрессивных эмоций. Более того, мат – на сегодняшний день словообразование с корнями из этих четырех-пяти слов происходит просто стремительно. Сегодня стремительно происходит словообразование с корнями из этих четырех-пяти слов, и язык развивается, и мы видим динамику развития языка. Поэтому, безусловно, чем чаще мы будем употреблять мат, тем он быстрее перестанет таковым быть. Это совершенно аксиома. Тут понятно, что слово запретное будет еще более желанным, и тогда оно будет оставаться матерным. Ну, допустим, слова, обозначающие эти же органы в английском языке, например, «дик», в английском языке, это слово несет не настолько табуированный смысл, как русское слово, обозначающее этот орган, потому что «дик» – это, может быть, и фамилия, и имя даже человека. То есть, чем больше запретов, тем более похабно и пошло будет выглядеть это слово, не выглядеть так, скажем, а будет звучать это слово. Поэтому, на мой взгляд, материться надо регулярно, везде и всюду, и мат перестанет быть таковым. Продолжение следует...